Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World. Наша еженедельная информационно-аналитическая программа «Беседа за жизнь». Я ее ведущий Александр Глушенко. Подчеркиваю, напоминаю, что главная цель и задача этой программы – ответить на ваши вопросы, которые поступали в течение недели, может быть, которые поступили прямо сегодня. Это наиболее животрепещущие и наиболее болезненные. Поступило вопросов достаточно много, я их распределил по группам. Поэтому даже не буду называть ваши фамилии, имена, а у некоторых даже и собачьи клички, потому что вопросы достаточно однотипные, я их складывал в коробочки. Вот Навальновские вопросы, вот Белорусские вопросы, вот Донбассские вопросы, вот Кавказские вопросы. То есть не обижайтесь, если я не назову, как вас зовут. Так, вопрос такой, знаете, объемный. Кто может решить проблемы Навального? И сюда же относятся вопросы, я их объединил в одну кучу. Кто, кроме Путина, может решить проблемы Навального? В принципе, вопрос звучит совершенно однотипно. Потому что я сразу вам говорю, что кроме Путина на данный момент решить проблемы Навального никто не сможет. Раз команда отравить, убить, а затем, раз ты не умер, посадить, исходит лично от него, и никто в этом сейчас на данный момент абсолютно не сомневается, абсолютно не сомневается, не в России. Неважно от того, это оппозиционное сообщество или это провластное сообщество. Все прекрасно, я беседую с людьми и оппозиционными, и провластными, и все это в душе признают, и сквозь зубы даже провластные люди проговаривают. Ну да, там, конечно, конечно, да, там нашла коса на камень, нашел зуб за зуб, и Навальный еще пожалеет о том, что он не умер. Например, да, я разговаривал с активистом «Единой России». Они прекрасно понимают, что это жуткий камень преткновения, что это противотанковый еж на пути вот этого все сметающего единороссовского танка, но, тем не менее, все признают, что раз команду дал Путин, то ни один суд, ни один прокурор это не обжалует, ни один суд это не пересмотрит, включая Верховный суд. Ну, естественно, за исключением Европейского суда по правам человека, но мы имеем отрицательный опыт общения с Европейским судом по правам человека по делу Киров-Леса. Помните, в 13-м году, по-моему, в 13-м, Алексею Навальному присудили 4,5 года условно, плюс какой-то там денежный штраф или денежное возмещение по делу о том, что он украл весь Вятский лес, Кировский лес. Вот, значит, естественно, дело было сфабрикованное, дело было липовое, дело было левое. Его осудили на 4,5 года условно, причем там таким комическим образом. С вечера дали ему 4 года реально, а наутро сама же прокуратура прибежала в суд и попросила изменить на условный срок, когда на Манежной площади в Москве и на Москворецкой набережной собрались толпы людей и начали протестовать на эту тему. Прямо в тот вечер, когда был вынесен приговор в городе Кирове. Ему сделали условный срок, в тот же день пересмотрели. Он подал в Европе, да, был пересмотр в Верховном суде после Кировского областного суда. Подали в Европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным, признал массу процессуальных нарушений, связанных с вынесением приговора по этому Кировскому лесу и отправил дело на повторное рассмотрение в Российскую Федерацию. Точно в том же порядке, при тех же свидетелей, при тех же протоколов, допросов свидетелей, при тех же свидетельских показаниях, при тех же фактурных, фактических, финансовых документах компании Киров лес, дело было предусмотрено и вынесен абсолютно аналогичный тот же приговор. То есть плевала Российская Федерация на решение Европейского суда по правам человека. Поэтому сильно рассчитывать на то, что вот сейчас дело Навального после апелляции в различных структурах, допустим, ему выносил один из московских районных судов решение о переводе его под реальный срок, условно он реальный, вот в эту колонию Покров, колония 2 в городе Покров. Сейчас, конечно же, пойдет апелляция в Мосгорсуде, касация в Верховном суде, потом все это полетит в Европейский суд по правам человека, и мы абсолютно не застрахованы от того, что будет точно та же комедия. Европейский суд по правам человека в ускоренном порядке, в оперативном порядке, есть такое у них понятие, не два, не три года ждать, у них такие сроки обычно, до пяти лет у нас ждут рядовые граждане. В случаях, когда речь идет об угрозе жизни и здоровья вот этого самого осужденного, рассматривается в первоочередном оперативном ускоренном порядке. Не исключено, что рассмотрят и в первоочередном, и в ускоренном порядке, и что будет точно такая же комедия. Прилетит опять дело в московский этот суд, один из московских судов, в котором его рассматривали, после того, где ему присудили вот этот самый реальный срок вместо условного, и опять будет пересмотр, и опять вынесен абсолютно тот же приговор. Это идет такое вот издевательство, насмешка над европейским судом по правам человека. Раз вы дали команду пересмотреть новое рассмотрение в судебном процессе, пожалуйста, мы пересмотрим, но иных выводов сделать не можем, кроме тех, которые сделали в первом заседании. То есть и Европейский суд по правам человека тоже можно обойти. То есть, проще говоря, по-русски, плюнуть ему в лицо. Это методика сказочного национального лидера, а точнее методика любого государства, которому свойствована такая форма правления, как диктатура. Я уже говорил, с чисто политологической точки зрения, что есть у нас тоталитарное общество, есть авторитарное общество. Мы прошли ступеньку авторитарного общества, и после того, как в 2020 году, а зародыши пошли немножко раньше, начиная примерно с периода пенсионной реформы, переход от авторитаризма к диктатуре, вот в 2018, 2019, в 2020 году диктатура оформилась полностью, несменяемая диктатура, вечная, посмертная или пожизненная диктатура одного человека, и теперь только один этот человек, насмехаясь над международными юридическими институтами, такими как Европейский суд по правам человека, показывая розовую дулю этому самому Европейскому суду по правам человека, показывает примерно такую же конфигурацию из пальцев европейскому сообществу, всему Евросоюзу, который уже в который раз выступает с требованием отпустить Навального, особенно с учетом его состояния здоровья, с учетом того, что он просто был отравлен, и его организм не смог и не успел восстановиться после этого отравления тяжелейшего, что его нельзя содержать в лагере, проще говоря, в концлагере, ну, на это никто не смотрит. Это чисто диктаторские, садистские замашки, ужинки и прыжки. Мы видим их явную, ясную демонстрацию, которая в то же время должна играть роль устрашения для всех остальных, кто захочет открыть рот, взмахнуть рукой или что-то такое сказать. Значит, на данный момент, что мы знаем о Навальном? Во-первых, сведения достаточно отрывочные. Мы вот с Юрием Гиммельфарбом, когда позавчера делали, постарались, по крайней мере, выскрести из средств массовой информации и от тех людей, которых мы, в принципе, знаем. Может быть, кого-то в системе исполнения наказания, может быть, кого-то из бывших сидельцев, там, еще кого-то. И я пытался, и Юрий, что-то мы выскребали там от журналистов, от всиновцев, от сидельцев. Чего-то насобирали, выложили, но все очень отрывочно. По крайней мере, ну, почему? Да потому что ФСИН российский это настолько закрытая система. Закрытая не только от общественного наблюдения, от журналистов. Она закрыта еще и от уполномоченных органов. Такие, как Общественная наблюдательная комиссия, такие, как Совет по правам человека. Вот вчера большое интервью давал Николай Карлович Сванидзе, да? Я слушал его целый час. И корреспондент задает ему вопрос. Николай Карлович, вы, как член Президентского Совета по правам человека, какие у вас есть полномочия и права для того, чтобы проконтролировать состояние, режим содержания, порядок организации и лечения, медицинского обеспечения. Вот гражданина Наваль. А он говорит, я, как член Президентского Совета по правам человека, не имею права ничего. Я имею право обратиться с индивидуальным письмом к президенту или к кому-нибудь из больших начальников, типа директора ФСИНА или министра юстиции. Либо я имею право подписать коллективный запрос от Европейского Совета по правам человека. Президентского Совета по правам человека. Но от Президентского Совета по правам человека нынче подобное письмо в адрес президента и директора ФСИНА не поступит по той лишь причине, что председателем Президентского Совета по правам человека был назначен человек сугубо консервативного взгляда и явный приверженец диктаторского курса Путина. Он не будет выступать за права человека. Это картонная дурилка. Я даже не хочу называть ее фамилией, потому что противно. Так, то есть система закрытая, никого туда не допускают. Ужасное состояние тюремной медицины. Мы знаем цитату из Ходорковского, которую он передал Навальному. Буквально перед тем, как Навального посадили, Ходорковский сказал это в эфире. При неоднозначном моем отношении к Ходорковскому, я его цитирую. Почему? Потому что он 9,5 лет провел в колонии и естественно знает эту ситуацию. Он сказал так, Алексей, не дай тебе Бог в колонии заболеть. Там тебя лечить никто не будет. То есть ужасное вот это состояние медицины. Мы видим, что критическое состояние позвоночника, а не менее тканей правой ноги, он на нее наступать не может. Хотя относится к этому с большим юмором. Я вчера прочитал его записку, которую он передал с адвокатами. Он говорит, буду ходить с тросточкой. Но имеется в виду, как в одном из пиратских романов, помните, там ходил моряк, матрос сейчас вылетел из головы. Мне, говорит, не хватает только попугая, говорит, на плече. Он говорит, если будет пролетать над нашей зоной, я одного поймаю, посажу себя на плечо и буду ходить по зоне с тросточками. А, капитан Флинт. Он всегда ко всему относится с юмором. Молодец, Алексей. Не теряет чувство юмора и силы духа. Значит, дело в чем? С ужасным состоянием медицины. Ужасное состояние медицины, тюремное, это срез медицины нашей общечеловеческой, общегосударственной. Ничем она, в принципе, нет. Вернее, она отличается тем, что она еще хуже этой самой общечеловеческой медицины, только потому, что за здоровье осужденных, в принципе, никто ответственности не несет. Если какого-нибудь человека на гражданке, на воле, заморили в поликлинике или в больнице, его родственники могут каким-то образом подать иск, допустим, о медицинских ошибках, о неправильном лечении, назначить медицинскую экспертизу, добиться того, чтобы экспертиза доказала, что применялись неправильные лекарства, пилюли, таблетки, инъекции, операции, все что угодно по медицинской линии, и независимая экспертиза, нанятая родственниками, доказать это сможет. В тюрьме никто ничего не докажет. Мало того, в условиях диктатуры, в условиях диктатуры, я еще раз подчеркиваю, не тоталитаризма, не авторитаризма, мы все эти этапы уже давно прошли. В условиях диктатуры законные и подзаконные акты непримиримы, неприменимы. В условиях диктатуры применимо только то, что служит успеху диктатуры. А вот вам теперь привожу постановление 2011 года, в котором... 2011 года! А ну-ка вспоминайте, кто в 2011 году был у нас президентом страны. Вспоминаете, да? В 2011 году президентом страны был Владимир Владимирович Путин. Так вот, в 2011 году было принято постановление правительства, оно, естественно, принимается с подачи администрации президента, постановление о тех болезнях, с которыми нельзя брать под стражу. Было принято такое постановление. Я сейчас не хочу сказать, что, например, болезнь, с которой сейчас под стражей находится Алексей Навальный, что уже поставлен окончательный диагноз, что его осмотрели врачи, что там сделано МРТ, а вывод уже сделан, что его можно или нельзя. Нет, нет, нет. Я не хочу никакой тенденциозности, я не хочу никаких задавать векторов. Но я просто хочу сказать, что это постановление не выполняется. Элементарный пример. Вот это вот пензенское дело, когда задерживают и арестовывают губернатора Белозерцева, его бизнес-партнера Бориса Шпигеля, бывшего члена Совета Федерации, сенатора, а ныне крупнейшего лидера фармакологической компании, хозяина фармакологической компании, одной из крупнейших в России, у него кипертония третьей степени. И согласно постановлению 2011 года, когда президентом, премьер-министром, премьер-министром, который подписывал сам Путин как премьер-министр в 2011 году, с гипертонией третьей степени брать под стражу нельзя, Бориса Шпигеля суд решает взять под стражу. Я не хочу сказать, что я на стороне Шпигеля и что я выгораживаю Белозерцева, но истина дороже, а закон это как бы то ни было, это истина. И причем в последней инстанции, если следователь не имеет права ходатайствовать перед судом, при наличии у больного, у обвиняемого, переподозреваемого, если у него есть гипертония третьей степени, уже нельзя, он должен быть под домашним арестом, чтобы ему могла оказываться квалифицированная медицинская помощь. В тюрьме его никто лечить не будет. Это как Навальному с его позвоночником дают две таблетки абупрофена в день, а и то не каждый день, потому что иногда забывают дойти до его там барака или вызвать его в медсанчасть. Это диктатура, которая действует так, как ей хочется, любым силовым способом, минуя все установленные даже самой у собой законы. Своим все, остальным закон. Я даже приведу пример по так называемому Дадинскому делу. Смотрите, Конституционный суд вынес решение о том, что статья Дадинская, так называемая, напоминаю, это когда ты два раза попался по административному делу, связанному с нарушением правил проведения массовых мероприятий, вот один раз вышел на несогласованный митинг, второй раз вышел на несогласованный митинг при условии, что ты был задержан, там оштрафован, арестован, то третий раз ты уже садишься на уголовный срок. Дадину удалось эту порочную цепь разорвать, добиться того, чтобы статья была признана незаконной, но самое интересное, что ни Государственная Дума, ни Совет Федерации, ни всякие там государственно-правовые управления при администрации президента и не подумали даже пересматривать вот эту самую книжку, которая называется Уголовный кодекс Российской Федерации, чтобы эту Дадинскую статью каким-то образом изменить или отменить. Нет, уже второй или третий год речь об этом не идет. Что это такое? Правильно, диктатура. Суд вынес решение, высшая судебная инстанция государства вынесла решение, ни один законодательный и ни один исполнительный орган не встрепенулся. То же самое касается организации лечения, то же самое касается организации предварительного заключения, которое нельзя применять граждан, а их просто применяют. Значит, теперь статистика. Просто вот вам даю статистику. Россия занимает первое место в мире по умершим в неволе. По умершим в неволе. Ежегодно. Вот смотрите, я нашел самые точные сведения. На данный момент, сегодня, в российской... Да, почему я отталкиваюсь от вот этой самой статистики, вернее, пришел к этой статистике, потому что господин Песков на недавнем брифинге с журналистами заявил, что в Америке еще хуже. И мы как сказали, что это пытошные, имеется в виду то, что касается Навального и других осужденных, это пытошные условия содержания. Вот эти всякие восемь подъемов за ночь, невозможность получить квалифицированное лечение, две таблетки абупрофена, и то не каждый день, то, что его возили на МРТ куда-то там за два с половиной часа. Я так понял, я прикинул расстояние до Владимира, его, скорее всего, во Владимир возили. Вообще железно, во Владимир, не иначе. То есть, ближайший МРТ два с половиной часа разделил среднюю скорость, там, 50-60 км в час. Точно получается во Владимир. То есть, в районе Покрова, Киржача, Кольчугина, вот близлежащие населенные пункты, в радиусе, там, скажем, ну, 50 км МРТ нигде нету. Это гражданская медицина, скажем так. Радуйтесь, хлопайте в ладоши, ребята. Это социальная политика сказочного национального лидера. Так вот, точная цифра последних дней в ИТУ или в ИК, в выставительных колониях, то есть, под стражей, находится на сегодняшний день 468 тысяч осужденных. То есть, я ввел вас в заблуждение, когда два дня назад говорил 600 тысяч. 600 тысяч это вместе с содержащимся в лагерях поселения, в колониях поселения. То есть, фактически, они находящимся под строгой стражей, не являются. Колония поселения это что-то типа такой вот жесткой ссылки. Тебя привозят в специальный поселок, но он не отгорожен, ты как бы вольняшка, но работаешь и живешь только вот в этом строго установленном месте. А без колоний поселений строго за забором живут 468 тысяч человек. Так вот, на 100 тысяч мы не можем соотносить эти 468 тысяч с двумя миллионами. Серьезно говорю, два миллиона американских заключенных. В американских тюрьмах на сегодняшний день содержится два миллиона. Ну, давайте довернем нашу башню, скажем так, или возьмем допуск на то, что население Соединенных Штатов как минимум вдвое больше. Даже более чем вдвое. Более чем вдвое. Почти втрое. Вот. Ну, соответственно, 468, у них два миллиона. Ну, примерно, где-то примерно по соотношению населения приближается друг к другу. Суть не в этом, но на 100 тысяч осужденных, на 100 тысяч осужденных смертность самая высокая в мире в российских колониях и никуда мы от этого не денемся. Значит, в год умирает в российских колониях 2700, 2800 осужденных. Мы прекрасно понимаем, что есть процессы необратимые, есть процессы объективные, есть смерть по старости, к сожалению, пожилые люди попадают в колонии, есть неизлечимые заболевания, но, кстати, при неизлечимых заболеваниях брать под стражу не полозу. Есть элементарные внутритюремные, вот эти, внутризоновские убийства в результате разборов. Да, там бывает зэки друг друга и режут, и убивают, потому что это такая категория людей, которые и на гражданке этим самым делом занимались. Нельзя говорить, что они все белые и пушистые. Да, это и насильники, и убийцы, и грабители, и взломщики, и угонщики, и они склонны к криминальным разборкам. Да, есть и убийства. 2700, 2800 человек в год. Так, теперь вернемся опять к Алексею Навальному. Говорил с очень опытным невропатологом, причем практиком, не каким-нибудь там кафедральным профессором, который там пальцами размахивает с трибура, а с человеком, который 40 лет просто 40 лет лечит все неврологические патологии. Значит, он сказал, что если это было отравление боевыми отравляющими веществами с вот этими возникновениями проблем неврологических, с неврологическим статусом, то он сказал, что три месяца реабилитации это все фуфло при таком серьезном отравлении, при котором была фактически парализована, а новичок-то это нервно-паралитическое отравляющее вещество, это не психохимическое, когда ты просто полчаса сошел с ума, как от наркотиков, это не раздражающее, как черемуха, которую он выливает ведрами на демонстрантов, чтобы они заплакали, не хлороцетафенон какой-нибудь, и не хлорпикрин, а и даже не удушающее, как хлор, и не общее ядовитое, как иприт, а это нервно-паралитическое, то есть нервная система человека в течение трех недель, то есть когда он находился в коме, была парализована, теперь этой нервной системе, а мы знаем, что есть высшая нервная деятельность, это мозг, слава богу, мозг восстановился, а первая сигнальная система, то есть все, что завязано на позвоночник, руки, ноги и все остальное, вот это в результате недолеченности не восстановилось, как мне объяснили, и восстановление должно было идти не три месяца, а такие, такого типа после нервно-паралитического отравляющего вещества восстановление должно идти годы, годы, годы должно идти, значит, как должно быть теоретически, вот мой взгляд, мой взгляд, я не знаю, вот вы знаете, многие упрекают журналистов, в том числе и многие из вас, и правильно делают, правильно делают, я согласен с вами, упрекают журналистов, публицистов, политаналитиков, политологов, упрекают тоже, говорят, странные вы люди, журналюги, Вы лучше президента знаете, что делать. Вы лучше Навального знаете, что делать. Вы лучше всех все знаете, что делать. Всем даете советы. Ну, что же вы такие, если вы такие умные, что же вы не президенты и что же вы не Навальные? И почему вы не стоите у кормила власти? Но все советуют, как нужно действовать. Правильно? Но советуя, высказывая свою точку зрения, подчеркиваю, мы никогда ни на чем не настаиваем. Я просто говорю, как бы поступил я и как бы в данном случае поступила моя семья. Первая семья должна сейчас обратиться в два адреса. Первый адрес – это клиника Шерите, те, кто его лечили. И второй адрес – это Ангела Меркель. То есть в два адреса. При условии, что она достаточно авторитетный европейский лидер. Расходится стрелочка в два адреса – Шерите и Меркель. Шерите по этой просьбе должна высказать инициативу на дополнительное обследование Навального уже непосредственно в тюрьме. А Меркель должна, как авторитетный европейский лидер, выступить перед Путиным. Путиным и просьбу об этом обследовании изложить без всякого обострения политических противоречий. Просто сказать, Владимир Владимирович, человек в тяжелом состоянии. Я, как видный европейский лидер, один из лидеров Евросоюза, требую, требую, чтобы врачей немецкой клиники Шерите к нему допустили для проведения углубленного исследования. Если надо, сделайте, пожалуйста, в этой тюрьме отдельную палату, а поставьте там охрану, чтобы мои врачи немецкие были в безопасности, и они приедут со своей аппаратурой и все обследуют. Ну а там уже, я полагаю, что это люди достаточно порядочные. Если они вынесут диагноз, с которым, согласно постановлению 2011 года, содержать под стражей нельзя, значит, его должны будут выпустить из-под стражи, а дальше уже решать вопрос о том, чтобы вывести его обратно в клинику Шерите. Теперь на фоне вот этих всех событий с Навальным, опять же, вы понимаете, то ли это пригожинские боты, то ли это напрямую кремлевские какие-то боты, опять летят в мой адрес письма с тем, что все это Навальновская симуляция, то же самое, что это была симуляция с отравлением, то же самое, что это была подстроенная картинка с клиникой Шерите, о том, что все эти журналисты, которые об этом пишут, они куплены. Ребята, вы понимаете, я даже, если при условии, что вы боты, хоть путинские, хоть пригожинские, хоть явлинские, которые против, допустим, того же Навального и всячески подзуживают против человека, сидящего в тюрьме, подзуживают общественность, вот этот вот Григорий Явлинский, так называемый наш демократический политик. Значит, чей бы вы тролль не были, я просто честно, открыто, не оправдываюсь, но спокойно вам говорю, невозможно обмануть такое количество независимых средств массовой информации, ну невозможно. Ну кто-нибудь бы, какой-нибудь «Голос Америки», «Би-Би-Си», там, я не знаю, «Свободная Европа», «Таймс» или «Нью Таймс», или «Новая газета», все равно бы раскопали любую ложь, любую ложь, любой не в нужный момент моргнувший глаз, скажем так, или дрогнувшую руку, но не бывает такое количество окружающих того же Навального из числа врачей, медсестер, охран, водителей, пилотов, не бывает такого количества людей, которые были с ним с момента его отравления до момента его посадки в тюрьму, да и сейчас в тюрьме, в момент, когда вокруг него находятся надзиратели и другие осужденные. Невозможно такое время содержать вот эту вот оперативную комбинацию в тайне. Уже бы давно кто-нибудь бы прокололся. И все равно, то ли это добросовестно заблуждающиеся люди пишут мне, то ли это на самом деле боты и тролли, которые пытаются доказать совершенно обратное, что это кремлевский проект, что это агент ФСБ или там ФСО или ГРУ, который уводит в сторону протестное движение в России, является, значит, бонапартистом так называемым или бонапартом новым и отчаянно пытается захватить власть. Правильно, политика это и есть. Отношения между людьми по поводу власти. Это и есть политика. Вот, поэтому сколько угодно. Вы можете, да, кстати, с таким же успехом вы можете обвинять в коллаборационизме, например, того же Ходорковского. И повод для этого, хотя вы этого не делаете, и поводов для этого гораздо больше. Почему-то Навального никто из-под стражи на иностранном самолете из России не вывозит в результате объявленного помилования со стороны президента, якобы для того, чтобы попрощаться с мамой. Но там, понимаете, умирала мама от онкологии, и он должен был с ней попрощаться. А здесь умирает Навальный сам. Ему не дают попрощаться даже с собой. Простите меня, пожалуйста, за такую, может быть, черную немножко, даже не юмор, а такую черную мысль, да? Но почему-то никто его на иностранном самолете не вывозит в результате помилования. Значит, настолько насолил, настолько навредил, что теперь его место только в загибающемся виде на тюремной шконке. Так, мы еще к теме Навального вернемся, потому что есть серьезный вопрос по тюремной медицине, но он пришел позже, и не такой многочисленный. Так, поехали к Белоруссии. Задается масса вопросов Белоруссии, что там за процесс пошел в виде переговоров между Белоруссией и Государственным департаментом США. Скажу так, белорусский процесс в целом заходит в определенный тупик. Мы знаем, что госпожа Тихановская объявила о так называемом голосовании в интернете. Значит, предварительный итог голосования в интернете, то есть кто пожелал. Смотрите, вот страна 9 миллионов. На сегодняшний день проголосовали за Лукашенко или против Лукашенко, то есть за оппозицию 790 тысяч человек. Процесс еще идет в интернете. Там у них называется «Честный голос», по-моему, в этот сайт. Значит, мы понимаем, что на данный момент сторонники оппозиции, конечно же, живут в определенном информационном пузыре. Они слышат только то, что хотят услышать. Но 790 тысяч проголосовавших, из них 770, исключительно за оппозицию, то есть за Тихановскую. Подавляющее большинство. Но это из 9 миллионов. Мы понимаем, что репрезентативный, цифра в 770 или 790, там что-то такое, тысяч человек на 9 миллионов репрезентативный быть не может. Это меньше 10% проголосовавших. Может быть, проголосают по-другому. Увидев то, что протест не сдувается, более того, то, что по весне он непременно вновь наберет силу, Лукашенко решил изобразить хорошую мину при плохой игре и обратился к Соединенным Штатам Америки как к посреднику, который мог бы, зная авторитет Соединенных Штатов в либеральных кругах, как, в принципе, государство, поддерживающее либеральные режимы во всем мире, демократические режимы, демократию в целом во всем мире, обратился к Госдепу, и сейчас идут переговоры об условиях конституционного процесса. Когда будет разработан текст новой Конституции, каким образом он будет обсуждаться на первичном уровне, то есть совещательным образом, и каким образом он будет приниматься окончательно, имеется в виду решающим образом, то есть, скорее всего, голосованием, референдумом и так далее. Переговорной площадкой... Да, переговорной площадкой будет являться ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и Швеция. И вот там будут встречаться американцы, скорее всего, в Стокгольме, и представители МИД Белоруссии. Были корреспондентами на эту тему по поводу вот этих американо-белорусских переговоров. Заданы вопросы Тихановской и ее представителю, пресс-секретарю. Она это не опровергла, сказала, что она об этом все прекрасно знает, но никаких заявлений делать не будет. Вот это вся очень скромная, очень тихая, очень дозированная информация из Белоруссии на сегодняшний день. Чем все это кончится, пока непонятно. Но раз Лукашенко пошел на переговоры со своими заклятыми врагами, которых, ну, я имею в виду американцев, Евросоюз, ОБСЕ, которых он постоянно называет агрессорами, помните, как он по осени размахивал руками и долго-долго кричал о том, что Запад вот там вот на наших границах лязгает гусеницами, хотя там ни один танк с места не тронулся и ни один вертолет не взлетел. Но он кричал, что они уже перешли в наступление и порабощают и уничтожают нашу прекрасную страну. Как видим, ничего подобного не произошло и произойти не могло по определению. Но, тем не менее, сейчас он просто вынужден этим заниматься, в том числе создавая видимость того, что он в конечном итоге, наверное, скорее всего, согласен решать все эти проблемы мирным путем. В том числе создавая подобного рода картинку перед своими европейскими партнерами. Кремль за всем этим вопросом наблюдает, но при этом не вмешивается, потому что знает, что за денежкой, как бы он себя любезно не вел с Западом, как бы он любезно себя не вел с Соединенными Штатами, знает все за денежкой, он все равно придет в Москву с протянутой рукой. И если ему понадобится какая-то военная поддержка, он тоже придет в Россию, потому что больше никто ему ничего не даст. Вот все, что по Белоруссии я могу сказать, все, что я знаю. Если у вас есть что-то, какие-то информационные, не в том плане, что вы больше меня знаете и можете что-то написать в комментариях. Если есть источники, я имею в виду ссылки, медийные материалы, где вы что-то могли... Лучше пришлите, потому что, скажем так, у меня просто... Может быть, я чего-то не нашел. Так, третий вопрос, наиболее многочисленный, у нас идет по Донбассу. Третий вопрос, наиболее многочисленный идет по Донбассу. Речь о том... Вот смотрите, какой интересный вопрос. Прошла масса слухов, это вы пишете, о том, что Россия может выступить на данном этапе с инициативой вернуть в Украину восточную часть Донецкой и Луганской областей, вернуть ее в Украину окончательно, выведя оттуда своих добровольцев, свою вот эту вот пророссийскую администрацию, всех этих бандитов, головорезов и так далее, и все это спокойно вернуть в Украину, значит, изолировав террористов и государственных преступников, не дав их на растерзание службы безопасности Украины. Таким образом, в целях снятия санкций с Российской Федерацией более или менее нормализовать обстановку в Восточной Украине, что есть такие инициативы и в Кремле, и во многом на этом настаивают украинские политики. Причем, самое интересное, в большей степени на этом настаивают не политики, которые замыкаются на Зеленского, сторонники Зеленского, а члены Верховной Рады и чиновники, которые, в принципе, являются оппозиционными Зеленского, казалось бы, именно проправительственные или сторонники Зеленского и депутаты, и чиновники должны пропихивать эту инициативу, чтобы втащить обратно, пусть даже с условиями какой-то там особой автономии эти регионы, но втащить обратно в Украину. А Москва, самое интересное, не в полный рост, а так словами представителя в Донбассе Козака, говорит, а мы, в принципе, не против, если они сами изъявят желание. Вот эти вот две области, там не области, а там несколько районов, по пять районов от каждой области. Вот эта узенькая полосочка шириной 100 километров вдоль границы с Россией в Луганской и Донецкой области, пожалуйста, граждане захотят, пожалуйста, мы войска убрали, если надо, уберем отсюда добровольцев, да и здесь фактически не осталось, остались только местные ополченцы, оно на самом деле так, потому что, ну, хватит уже этим балбисам деньги платить, они всем надоели. Значит, хотя сам механизм урегулирования, вот начиная с там 13-14 года, заросен, поросен хоп, он уже не движется, это вот знаете, как вот какая-нибудь старинная водяная мельница, вот просто ее уже давно заклинило там, и вот через нее вода просто переливается, а колесо не крутится. Наши горячие головы, типа придурка Жириновского, разводили там какую-то панику, что Украина готовится нанести решительный удар войсковой по этим двум республикам. Это все вранье, ничем там даже не пахнет. Почему Россия вдруг двинулась в этом направлении? Вот тут гораздо более запутанный, хитрый и иезуитский ход. Россия готова отдать эти две области в Украину для того, чтобы, смотрите, Зеленский отсидел на президентском посту два с копейками, да? Вторая половина срока президента Украины, вторая половина, это подготовка к новым выборам. И если вдруг в твою страну среди жителей, которые не голосовали за тебя на предыдущих выборах, которые относятся к тебе в результате того, что ты вел с ними войну, весьма враждебно, которых ты не в состоянии будешь в силу экономического своего положения снабжать, обеспечивать, проще говоря, кормить и поддерживать в нормальном состоянии. Ну, сейчас вот российские колонны с гуманитарной помощью перестанут туда ходить и все, потому что они войдут обратно на полных правах в эту самую Украину. То есть, Россия как бы градус противостояния снижает. Это хитрость. Какая хитрость? Сорвать переговорный процесс. Вот в чем дело. Понимаете? вливается в украинскую противозеленскую коалицию вливаются люди, с которыми Зеленский вел войну еще буквально полтора-два года назад. Это все было на его президентском сроке. Все эти бои, столкновения, обстрелы и так далее. Кто-то на него держит зуб. То есть, украинской оппозиции выгодно втащить сейчас Донбасс туда в состав Украины. А сторонники Зеленского говорят, нет-нет-нет-нет-нет, постойте, давайте подождем, вот может быть выборы пройдут и так далее. Тут все понятно. А Россия наоборот говорит, нет, забирайте, ребят, забирайте, мы не против, мы не против, пожалуйста, забирайте. То есть, открытого противления нету этого. Тем более, что накал страстей паутих и угрозы жизни и здоровью людей там как бы нету. Но идет нацеленный срыв выборного процесса. То есть, все гораздо более запутанное, чем лобовая атака. Отдать, не отдать, как говорил Навальный, это вам не бутерброд. Отдать, не отдать, это одно. Но какие это пародит процессы. То есть, зрить нужно в корень, гораздо глубже. То есть, это будет сейчас вброшено на территорию Украины пятая колонна. Да, еще интересный момент. Тут Зеленский начал имитировать Путина. Прекрасный мужик, отличный парень, я его очень уважаю, его интеллектуальные качества, свойства, его сильную нервную систему, его прекрасное чувство юмора, но имитировать Путина, господин Зеленский, я бы не советовал. Но вы начали заниматься декретным правом. Вот смотрите, у нас председатель Конституционного суда в Украине избирается на 9 лет. Вернее, назначается президентом на 9 лет. Он был назначен еще и на путь. И ни разу этой должности ни одна никто не касался. Понятно, что Конституционный суд не всегда принимает нужные, выгодные и целесообразные для вас решения. Да, это серьезно. Я подпрыгивал бы до потолка, если бы российский Конституционный суд принимал решения, которые не устраивают президента Путина. Потому что он протаскивает через Конституционный суд любые решения. Вплоть до, например, пунктов Конституции, которые обеспечивают ему пожизненное правление. Ну, как так может быть? Да просто приказали этому председателю Конституционного суда. Но вы же, господин Зеленский, взяли и сняли с должности председателя Конституционного суда интересным способом. У вас написано в положении о Конституционном суде, что снять его с должности не имеет права никто. А вы сделали проще, да? Я понимаю. Это, по сути, правильно, а на самом деле издевательство. Вы не сняли его с должности. Вы отменили указ Януковича восьмилетней давности. Отменили указ Януковича по назначению. А вот это уже путничное называется. Это уже путничное называется. Вы ставите себя на эту позицию, соответственно, и оппозиция, и Европа будут вас критиковать исключительно с этой точки зрения. То есть я никого не снимал, я просто отменил указ. Почему? Потому что представитель Конституционного суда начал выносить решения, и сам Конституционный суд начал выносить решения, которые вас не совсем устраивают. Хотя я могу честно, ясно и четко сказать, что украинский Конституционный суд это не российский Конституционный суд. Это честный, справедливый, трезвый, умный, и вполне смелый и независимый орган. Но вам не понравились его решения, которые работают не на вас. И вы решили сместить председателя Конституционного суда, но не снять с должности, а отменить указ о его назначении. Еще раз повторяю, вы копируете Путина, который ради достижения политических целей готов нарушить любой закон. А вот это хуже, чем преступление, как говорил Толерант, это ошибка. На вас смотрят ваши граждане. Если их это не интересует, то всех остальных политических аналитиков, которые на вас смотрят, это интересует. Ну, ради Бога, не упрекайте меня в том, что я пытаюсь кого-то упрекать и кому-то советовать. Я просто рассуждаю, как я бы поступил. Я бы так никогда не поступил. Это называется коварство. Так, и еще интересный момент, который говорит о том, что Россия сбавляет градус накала. Градус накала сбавляет почему, чтобы на этапе подготовки к украинским выборам через два года как можно меньше торчали уши России. Россия постановила, что на выборах Государственной Думы Российской Федерации 21-го года, сентября 21-го года, голосования на территории ЛНР и ДНР не будет. Вы видите, насколько снижается градус противостояния? Просто дана команда тем, кто успел получить российские паспорта, вот там, в Луганской и Донецкой области, а там, по-моему, около 200 тысяч человек. Для вас участки для голосования будут развернуты в Ростовской области. Мы не будем входить в контрастацию с украинскими властями. Приезжайте в Ростов и там голосуйте. То есть показывают такую добрую волю. Мы знаем, конечно, какая добрая воля бывает у Волка, который сидит в кустах и ждет, когда мимо него пробежит заяц. Но это вот такой вот демонстрации так называемой доброй воли. На данный момент могу сравнить ЛНР и ДНР, несмотря на все вот эти вот такие, скажем так, миролюбивые шаги и отсутствие вооруженного противостояния, это, скорее всего, как примерно палестинская автономия на территории государства Израиль. Вот по всем основным таким точкам, по всем остальным параметрам. Так, дальше едем. Четвертый вопрос. Единая Россия будет бороться с оппозицией и умным голосованием. Значит, состоялось что-то типа конференции московской организации Единой России, правда, в полузакрытом режиме, но некоторым ушлым журналистам удалось прорваться сквозь секретность и получить информацию о том, как Единая Россия будет бороться с ненавистным ей навальновским умным голосованием. Напомню, что такое умное голосование, это когда вы записываетесь в эту организацию под эгидой фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сейчас эту работу ведут его соратники. Я напоминаю вам почему, потому что рекомендую самим записаться в этот проект. Записывайтесь туда, присылайте им свой почтовый электронную почту свою, они открывают ваш избирательный участок в соответствии с вашим адресом, указывают адрес, где вы живете и электронную почту. Напоминаю, просто как выглядит сам проект. Они открывают, находят, согласно вашему адресу, на каком избирательном участке, в каком избирательном округе вы находитесь. На момент до выборов, примерно за два месяца до выборов, становится известно, кто является кандидатом по вашему избирательному округу от различных партий, независимо от того, будь то правящая партия, будь то условно оппозиционные партии из Государственной Думы, КПРФ, ЛДПР и ЕР, или будь то на самом деле оппозиционные партии, не буду их перечислять, совершенно нет, я боюсь просто сбиться со счета, потому что их всего там две или три, значит, остальные все закатано в асфальт и затоптано ногами. Суть какая? Не дать пройти на выборы Единой России. То есть, неважно, вот пришла Единая Россия, она пытается сорвать свои там 60-70% голосов, какая задача ей стоит, да, а умное голосование вам по почте присылает смс-очку, письмо по почте, рекомендуем голосовать, допустим, за КПРФ. Пусть это не оппозиция в чистом виде, пусть это условная оппозиция, пусть это псевдо-оппозиция, пусть это обезьянья какая-то оппозиция, но, тем не менее, раздробить антинародные силы, типа Единой России, КПРФ и ЛДПР в Государственной Думе, поменять их соотношение, организовать между ними раздрай, организовать между ними соперничество или просто взять и врагов между собой перессорить. Значит, вот это вот самое монополизм Единой России определенным образом снизить, а там эти придурки, типа Зюганова и Жириновского, будут рвать на себе рубаху и говорить какие-нибудь великие политики, хотя все это достигается руками, естественно, сторонников Навального. Вот смысл в чем. Нарушить баланс в Государственной Думе, чтобы их между собой перессорить, это правильная мысль, правильная, очень хитрая такая мысль вот этого самого умного голосования. Я вам напомнил, друзья, и посоветовал записаться, и советую это уже целый год, и сам уже целый год жду и получаю периодически перед каждыми выборами получаю рекомендации, за кого голосовать, когда и в какое время. Записывайтесь, не бойтесь, только записывайтесь, дайте свою правильную почту и свой правильный адрес, не надо собачьими кличками, как вот здесь вот вы пишете, или зычьими погонялами, пишите правду, не бойтесь, никогда ничего не бойтесь, я уже много раз об этом говорил. Вот. Значит, Единая Россия этого боится, она знает, что в девятнадцатом году при выборах в Московскую городскую думу серьезную роль сыграло умное голосование, и в некоторых муниципальных округах города Москвы оппозиционные депутаты, кандидаты победили. Возьмите, там, Илья Яшин, там, Яблочники вышли туда, еще кто-то. Вот. Они этого сейчас боятся на нижнем уровне, то есть в регионах, при выборах в Государственную думу. И, значит, что они придумали? Они придумали, значит, сделать подметные сайты. В частности, уже создан сайт, посмотрите, посмеетесь. Вот Навальновский сайт называется «Умное голосование», так и набирайте «Умное голосование», когда будете туда записываться. Они придумали сайт, называется «Умный голос», и он уже повис. Но самое интересное, господин Метельский, председатель Московской областной организации, или как он там называется, лидер, или там секретарь Московского комитета «Единой России», заявил, что это неправда, никакого «Умного голоса» этого сайта у нас нет, это вообще ни наши, не мы это придумали, хотя там ясно, четко звучат лозунги о том, что нужно, мы вам посоветуем, за кого правильно голосовать. Пока там советов, конечно, никаких нет, но все четко знают, что этот сайт создан на деньги «Единой России», на ресурсы «Единой России», и работать будет именно на «Единую Россию», потому что ушлые журналисты уже раскрутили, кто этот сайт создавал, где сидит системный администратор этого сайта, модератор этого сайта, все это четко завязано с «Единой Россией», и они будут просто на этот подметный сайт отвлекать голоса людей. Какие будут давать советы? А чтобы впрямую, посмотрите, чтобы впрямую, вот как ведется предвыборная борьба, чтобы впрямую не давать советы за «Единую Россию», будет определенное количество делегатов, вернее, кандидатов сформировано кандидатский этот корпус за счет независимых кандидатов. То есть, он не является членом «Единой России», он вообще членом никакой политической партии не является, но может пойти от «Единой России», что, в принципе, может быть и не указано в его предвыборном листке, вот в этом вот агитационном. Вот, знаете, на избирательных участках вешают вот такие вот плакаты, и там 5, 6, 10 кандидатов, и про каждого все написано. А то, что он от «Единой России», можно и не написать, а можно и не посылать его от «Единой России», послать его как независимого, причем подобрать такого независимого, который авторитетный, порядочный, умный, но купленный. Ну, ничего ты не сделаешь. Если хороший, например, вот смотрите, в условиях ковида хороший, талантливый, грамотный врач, которого знает весь район, который ведет профилактику, который вылечил от этого ковида кучу людей, который сам, не жалея своего здоровья, перевалел, который отдается своему делу полностью, его вызывают, так, слышь, это будет стоить вот столько, вот столько, вот столько, при этом через месяц, если ты изберешься, становишься уже не просто там, завотделение в больнице, а становишься главврачом или заведующим районным отделом здравоохранения. Ты понимаешь, разница в чем? Это в десятки раз зарплата больше. Несмотря на то, что он талантливый практик, да, но он живет на копейки, вот, поэтому идешь как независимый кандидат, тебя знает весь район, тебя знает вся область, там, допустим, или город, и тебя обязательно изберут. Точно так же вопрос решается с каким-нибудь талантливым директором школы, точно так же может решаться вопрос с каким-нибудь, ну, скажем, не очень крупным местным бизнесменом, который поддерживает население во всем районе. Я чисто отвлеченные примеры привожу. Вот таких людей будут пропихивать, и они потом будут проводить политику этой самой единой России. Их будут вбрасывать как независимых кандидатов. Но в этот умный голос заносить именно их, и не показывать, что это единая Россия. Врач Василий Петрович Сергеев будет у нас независимым кандидатом и голосовать только за него. А на самом деле он от единой России. Вот. Ну и, естественно, реплики нашего земляка, моего земляка, господина Володина, что умное голосование, изобретенное Алексеем Навальным и его соратниками, это иностранная диверсия. У нас все иностранная диверсия. У нас так любят говорить про иностранные диверсии, у нас так любят говорить о том, что Навальный и его соратники, а также другие оппозиционные депутаты, вернее, политики, еще пока не депутаты, все являются иностранными агентами, все являются диверсантами и шпионами. Самое интересное, что ни одна из этих мыслей, ни одно из этих утверждений фактами подтверждено не было. Вот, понимаете, Чипигу, Мишкина, Петрова и Баширова английские спецслужбы провели от лондонского вокзала до Солсбери, вот этой вот, до той кровати, в которой они спали вместе, и от этой кровати до дома Скрипалей, и от дома Скрипалей обратно до лондонского вокзала, а далее до Москвы. Провели от Москвы и до Москвы. Рассказали, доказали и показали, что, каким образом они действовали, еще при этом насмерть отравив там какую-то британскую гражданку. Никто из российских спецслужб, никто из российских политиков не показал и не рассказал, где, когда, зачем и почему Навальный и его соратники получали деньги, разведывательные задания, отчитывались о выполнении этих диверсионно-разведывательных заданий. Показать, рассказать, никто не показал, не рассказал. Ну, то же самое можно рассказать и показать насчет малазийского Боинга, когда проклятые империалисты рассказали и показали все, а Россия смогла только представить семь несбыточных и не сбывающихся версий, никогда не сбывающихся версий. Вот такова судьба версий российских, в том числе и утверждений, цена утверждений господина Володина. Я понимаю, что чем глубже лижешь, тем больше вероятность в сентябре месяце остаться в должности. Очень нервозная ситуация, с учетом того, что можно в должности в конечном итоге и не остаться. Так, пятый вопрос. Какое подразделение ФСБ занимается борьбой с инакомыслием? Друзья, я не знаю, с какой точки зрения это вас волнует и почему это так важно. Какое бы он ни было, хоть горшком назови, только в печку не ставь и что по лбу все равно. Ну, если вас так интересует, могу сказать, второе, вторая служба у них делится не на департаменты, не на главные управления. Допустим, вот в МВД делится на департаменты и главное управление. Допустим, департамент безопасности дорожного движения, там, главное управление уголовного розыска. У них делится на службы. Вот. Вторая служба по борьбе с терроризмом. Она делится на несколько управлений, в том числе в ней включено управление по борьбе с экстремизмом. Но, скажем так, борьба с экстремизмом – это для ФСБ как, скажем так, ширпотреб для оборонного предприятия. Вот он делает танки, а параллельно с этим выпускает холодильники. Вот на гражданке такое бывает. У них то же самое. У них вторая служба по борьбе с терроризмом, а управление по борьбе с экстремизмом при управлении по борьбе с терроризмом, оно в большей степени выполняет курирующую функцию в отношении центров «Э» Министерства внутренних дел. Поэтому экстремизмом в основном в большей своей массе занимается Министерство внутренних дел. Так, шестое. Шестое. Тюремная медицина. Кому она подчиняется? Да, кому подчиняется, кем обеспечивается? Значит, она полностью находится в ведении Федеральной службы исполнения наказания. Она не подчиняется Министерству здравоохранения. На нее распространяют столько нормативно-правовые акты Федеральной службы исполнения наказания. Единственное, чем она должна руководствоваться на уровне Министерства здравоохранения, это методическими рекомендациями по лечению тех или иных заболеваний. Вот, допустим, у тебя грипп, какие тебе давать таблетки? Вот у тебя аппендицит, как тебе вырезать этот самый аппендицит? У тебя, простите меня, сифилис. Как лечить этот самый сифилис? В какой больнице? Как лечить туберкулез? То есть, это методические рекомендации по борьбе с определенными заболеваниями. Тут они подчиняются Министерству здравоохранения. В порядке служебного подчинения они подчиняются ФСИН. Плохо это или хорошо? Кстати, недавно выступали многие правозащитники, пытались перевести тюремную медицину в подчинение Минздрава. Была дискуссия с самими профессионалами тюремной медицины. Скажем прямо, и я честно говорю тоже, вот честно говорю, это не совсем продуктивно. Может быть, с точки зрения контроля со стороны Минздрава это было бы лучше, но мы тогда ни одного врача, который пойдет работать в тюрьму, не найдем. Просто не найдем. Вам хочется работать с бандитами, жуликами, алкоголиками, тунеядцами и наркоманами, где вам в любой момент могут заточку в задницу воткнуть прямо в палате, куда вы с клизмой зайдете. ФСИНовским врачам за это присваивают звание, платят деньги и надевают на них погоды. То есть, если простой врач приходит в районную поликлинику или в районную больницу и получает 15 тысяч, то ФСИНовский врач от звания лейтенанта и выше меньше 40 тысяч получать не может. И я прекрасно их понимаю. Вот, ребят, что ни говорите, пусть их обзывают лепилами, пусть они плохо оказывают помощь. Может быть, в определенной степени от безысходности. Но жить в далеком сибирском поселке, где стоит этот лагерь, оказывать хоть какую-то помощь, исходя из наличных возможностей, и быть постоянно под угрожей, что себя сейчас или задушат, или забьют ногами вон там в углу, прямо вот здесь в палате вот эти вот самые жулики тебя лепило. И сколько таких случаев было. Лучше за это получать несколько более высокую зарплату, наверное. Но то, что положение терпимым быть не может с оказанием помощи, это тоже естественно. Это тоже естественно. Стандарты оказания помощи не выполняются. Система закрытая, и ни одна международная организация, и ни одна правозащитная организация противостоять этому, к сожалению, сегодня в условиях нынешней диктатуры не может. А диктатуре это выгодно. Люди боятся тюрьмы не потому, что боятся изоляции от общества, а потому, что боятся там получить даже ангину. Даже ангина может там стать смертельной, к сожалению. Это все, что можно констатировать. На этом я трансляцию прерываю, потому что у нас кончается время. Я не успел ответить еще на пять вопросов. Как раз нам на всю предстоящую неделю присылайте вопросы еще. Как видите, сегодня никакого хорошего настроения у меня не было. Я не раздражал тех людей, которые не обладают чувством юмора и не хотят продлять себе жизнь посредством улыбок и смеха, только потому, что ситуация в стране крайне противная. И у меня абсолютно нет никакого желания не смеяться, не улыбаться. Кругом мрак. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok